Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря долгожданное заседание ОПЕК. В этот раз его не стали переносить. Я надеюсь, что обойдется без сюрпризов и мы получим те решения, которые, в принципе, ожидаются сейчас рынками. Это решение по дополнительному снижению объема нефтедобычи. Ну или, ладно, как альтернативный сценарий сохранение прежних квот на том уровне, на котором они были еще с прошлого заседания. Но все равно рынку нужно что-то дать. И Саудовская Аравия осознает то, что если не будет, например, продления добровольного сокращения производства нефти, еще, скажем так, на весь первый квартал 2024 года, то тогда котировки просто не смогут устоять на текущих уровнях и придут к снижению. Учитывая экономическую целесообразность, наверное, подобных мероприятий и того, что вообще необходимо участникам ближневосточного картеля, я, скорее всего, предположил бы, что сегодня, осознавая риски развития нисходящей динамики, участники энергетического пакта сделают все, чтобы подстегнуть ралли, который уже давно назрел по бренду, и отправить котировки того же самого бренда выше 85 долларов за баррель. Кстати говоря, текущие цены 83 доллара за баррель. И какое-то подобие развития бычьей динамики мы уже фиксируем. Далее по повестке экономического календаря. В 10.00 по GMT ждем отчет по инфляции в еврозоне. Мы некоторое время назад ожидали, что пара евро-доллар протестирует поддержку 1.10. Действительно, главный валютный риск ушел к этой области, сейчас развил коррекцию и торгуется на отметке 1.09.71. У нас есть позиционирование по доллару сейчас, и мы, по сути, ждем более низкие уровни по индексу американской валюты. И в этой связи я предлагаю сейчас повторно не залазить в европейскую валюту из-за высокой степени корреляции движений этих инструментов. Да и евро в последние дни, даже с учетом довольно интересного экономического календаря и фундаментального фона, показывает скромное движение буквально в диапазоне нескольких десятков пунктов. В 13.30 по GMT сегодня ждем блок американской статистики. Первичные заявки на пособия по безработице, личные доходы, личные расходы. Но самый главный акцент нужно будет сделать на индекс расходов наличного потребления. Это тот самый индикатор оценки инфляционного давления для Федрезерва еще до выхода фактического показателя по инфляции. Я думаю, что этот релиз станет сегодня основной движущей силой рынка. И если мы увидим действительно цифры, которые будут соответствовать тем ожиданиям, которые присутствуют, то индекс доллара может оказаться на более низких ценовых уровнях. Потому что, согласно прогнозам, расходы наличного потребления через индекс могут быть снижены с 3,7 до 3,5%. И, конечно же, если снижается индекс расходов наличного потребления, можно смело утверждать, что инфляция тоже останется под давлением. Это основное условие, при котором мы начали транслировать и обсуждать идею того, что Федрезерва будет постепенно отказываться от жесткой монетарной политики. И это как раз и выступило основной движущей силой обвала американского доллара. Поэтому сегодня максимум фокуса внимания на этот релиз, учитывая то, что движения действительно будут, скорее всего, выше средних по волатильности, нужно контролировать риски, следить за загрузкой депозитов. Это, как и всегда, очень важно. Ну, а теперь давайте по порядку. Индекс доллара текущие котировки 102,73. Ниже 103 пунктов мы продолжаем торговаться. Вчера вышли данные по ВВП за третий квартал, и американская экономика умудрилась показать еще более динамичное восстановление. 5,2% с 4,9%. Но здесь сразу хочу успокоить то, что на фоне роста показателя ВВП мы все-таки фиксируем снижение инфляции. Поэтому какого-то перегрева экономики нет. Стоит ли говорить о том, что такой рост ВВП может стать источником повышения инфляции? В теории это возможно. Но я думаю, что цифры действительно аномальные. Я полагаю, что с этим никто не будет спорить. И, скорее всего, в четвертом квартале этот показатель будет неплохо размыт более низкими цифрами. Доллар снижается также на фоне комментариев представителей Федрезерва Воллера. Мы их ранее разбирали, что это прям конкретная установка на то, что американский регулятор будет постепенно, скорее всего, отказываться от жесткой монетарной политики. Потому что довод и аргумент Воллера, что нет абсолютно никакой необходимости держать ставки высокими, когда инфляция снижается. Нужно называть вещи своими именами и признавать те факты, которые есть, которые есть в данный момент по факту снижения инфляции. И если, опять же, риторика в будущем не изменится, я думаю, что это маловероятно, то тогда у американского регулятора, у большего количества голосующих членов, будет больше аргументов, чтобы отстаивать идею уже возможного начала снижения ключевой процентной ставки. Сейчас идея, которая присутствует, что в первом квартале ключевая ставка может быть снижена на 25 байсных пунктов, и в рамках всего 2024 года ставка может быть скорректирована на 100 байсных пунктов. Если этот сценарий реализуется, то мы увидим резкий обвал доходности американских облигаций, в частности 10-летний трежерий, смогут уйти существенно ниже на 3%. И в таких условиях, разумеется, у доллара не будет шансов на восстановление. Поэтому давайте пользоваться текущими условиями. Фон идеальный для того, чтобы пока что держать короткие позиции. Золото 2044 доллара за тройскую лунцию. Смотрим на рыночный сантимент. Не меняется картина. 75% трейдеров находятся в продажах, и рынок сохраняет потенциал на дальнейший рост. Десятилетние трежерии снижаются. 4,27% мы видим прямо сейчас. И ни одного аргумента за то, чтобы инициатива перешла к продавцам, и золото скорректировалось к прежнему локальному минимуму. Полагаю, что мы увидим новый максимум уже в ближайшей торговой сессии. Вполне возможно, что до конца этой недели. Австралии с против доллара 0,6650. Установка на рост выше 0,67 все еще актуальна. Ничего не меняется. По британской валюте 1,27. Текущие котировки ждем 1,28 и потенциально повыше. Три представителя Банка Англии, скажем так, элита британского регулятора, это Рамсден, Бейли и Хаскелл, поддерживают идею того, что ставки должны быть высокими длительный период времени. С этим трудно поспорить, учитывая то, что именно ограничительная политика может способствовать какому-то позиционному снижению инфляции в будущем, но не сейчас. Потому что есть вопросы к причинам, которые привели к снижению и ослаблению инфляционного давления. Не стоит забывать то, что инфляция в Англии по-прежнему остается на самом высоком уровне среди всех развитых стран. И я допускаю, что я в принципе согласен с тем, что говорил глава банка Англии Бейли, о том, что есть еще системные внутренние факторы, особенно в виде крепкого рынка труда и роста заработных плат, которые могут подстегнуть рост инфляции в ближайшие месяцы. Похожие формулировки ранее использовала еще и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Поэтому нужно, опять же, считывать эти нотки, доказывающие то, что жесткая политика, окончательная, будет оставаться актуальна. И на этом фоне риск сможет сохранить те позиции, на которых он остается. Потенциально по фунту, как уже отметил, есть вероятность движения еще на 100 пунктов повыше. Поэтому эта идея также коррелирует с тем ожиданием, которое присутствует касательно снижения курса американского доллара. И что касается рынка нефти, 83 доллара за баррель. Сейчас ждем, собственно, итоги заседания ОПЕК. Если будут согласованы обновленные квоты, либо продление действия добровольного сокращения производства нефти, хотя бы до конца первого квартала следующего года, рынку этого будет более чем достаточно, чтобы выйти на новые максимумы. И в данном случае мы получим возможность добраться до нашей цели по бренду в районе 85 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!